Всем привет народ, с вами Марчик. В этом видео поговорим про Объект 277. Тяжелый танк 10 уровня советский. В целом эта подветочка коротенько умастилась возле СА-7. В целом состоит она из двух танчиков Т-10 и Объект 277. Геймплей у них очень схож, это что-то между тяжелым танком с лобовой броней и средним танком. Хорошая скорость вперед, добротная альфа, которая тоже между СТшной и между альфой тяжелого танка с крупным калибром. Но вот проблема в том, что лобовая броня, которая вроде бы как бы есть, она в целом практически никогда не танкует. Ни в ВЛД, ни в НЛД брони почти никогда не хватает. Плюс еще пушка не опускается. В целом на Т-10 еще можно поиграть, на нем более-менее как-то удобно. Но на Объект 277 по ощущениям орудия не опускается практически никогда. Карты сейчас очень сильно рельефные, перепады высот просто жесткие. Играть к новичкам на таком танке будет крайне тяжело. Мало того, что им нужно следить за картой, изучать позиции, тактики, все схватывать на лету. У новичков будет много ошибок, им нужно их увидеть. Но вместо этого у них будет гореть жопа от того, что они нигде не могут ни выехать, ни подъехать, ни стрельнуть, ничего. Плюс еще танк ошибок прощать не будет. Брони не хватает нигде, кроме лба башни. Лоб башни, да, бронированный, лючков практически никаких на голове нет. Один есть микро там козюльчик какой-то. Но в целом это толком лючком даже не назвать. Пробития достаточно. Альфа, да, хорошая, стреляет в целом нормально. Но стабилизации, сведения вообще не к черту. Пушка чувствуется очень кривой. И за счет того, что еще и танк быстро едет вперед, стабилизации, мягко говоря, не хватает. Это единственный танк, на котором я ощутил выражение, которое сейчас в Вардутанс популярное. Снаряды летят в землю. Играя на остальных танках, у меня такого не было никогда. Только на этом танке совокупность плохих углов склонения орудия, плюс плохая стабилизация и говняное сведение. Все это дает в кучу то, что стрелять неудобно и нерезультативно. Да, если постоять, свести, сказать врагу, братан, постой, сейчас у меня тут сфокусируется мое орудие, и тогда я стрельну. Но в целом это неприятно, некомфортно. Да, результат на этом танке делать можно. Набивать там нормальные средухи и так далее. Но даже если вы хороший игрок и будете делать нормальный результат, вы не скажете, что это танк имба, вы не скажете, что он приятный. Вы просто скажете, ну, чем-то он прикольный там. У него такие-то плюсы, типа, быстро скорость вперед, крепкая башня, пробитие, альфа, там все норм. Но и минусов столько же, сколько и плюсов. Это просто нормальный танк. Причем довольно-таки неудобный, неприятный. Кто-то не так жестко смотрит на эти неприятности. Кому-то не так важна удобность танка. Мне, допустим, очень важна. Я ненавижу играть на неудобных ведрах. Поскольку от игры и так пригорает частенько. Еще и чтобы танк постоянно тебя раздражал, это уже перебор. Даже планка на 3 отметки на этом танке всего лишь 4000. Да, она занижена тем, что этот танк популярный из-за того, что это советский тяжелый танк. Но если посмотреть на остальные советские танчики, то не особо популярные старенькие или неудобные танки. У них бывают планки даже повыше и получше. Есть более имбовые советские танки, которые тоже популярны. Это сразу нам говорит о том, что этот танк слабее. Он не в дне списка. Но он не имба. Это просто нормальный, хороший танк, у которого есть жесткие минусы и столько же жестких плюсов. Поэтому этот танчик на любителя, кому понравится. Но никак не имба и ни в коем случае не первоочередной танк для новичков. Имба это тот танк, у которого минусов практически нету, либо нет вообще. И тот танк, который жесткий практически в любом бою, может участвовать активно и влиять на бой каждый бой, а не иногда, и чтобы это еще и было неудобно. В целом 277 влияет на бой практически на каждый за счет того, что есть скорость, и он может переезжать. Но переезжая с места на место по карте, он не всегда может найти себе удобную позицию, чтобы и танковать от башни, и стрелять, и при этом нагибать оппонента, который стоит перед ним. Есть танчики, которые делают это лучше. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок